Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом уплаты госпошлины при наследовании жилого дома, квартиры, комнаты. Именно данному вопросу посвящены письма Минфина, реквизиты которых вы видите. И в данных письмах рассматривался вопрос об условиях освобождения от уплаты госпошлины наследника. В том случае, если он наследует соответствующее жилое помещение. Иначе говоря, речь идет о применении пункта 5 ст. 333.38 НК РФ. В данном пункте, в данной норме предусмотрено, что лицо, совместно проживающее с наследником, при наследовании помещения, в котором они проживают, может быть освобождено от уплаты госпошлины. Вместе с тем, факт совместного проживания, он должен быть подтвержден документально. И в данном случае Минфин указывает на те документы, которые необходимо представить для подтверждения факта проживания. Но ключевым документом является паспорт, в котором отражен факт регистрации по месту жительства наследника и, соответственно, по месту нахождения соответствующего наследуемого имущества. В том случае, если в паспорте не отражен факт регистрации, то Минфин предлагает соответствующий факт подтверждать соответствующими документами, справками из жилищного органа, городской, сельской администрации, а также документами из отдела внутренних дел. Ну и кроме того, Минфин не исключает, что факт совместного проживания может быть отражен в решении суда. Таким образом, наследникам следует иметь в виду, что факт подтверждения совместного проживания с наследником в целях освобождения от уплаты госпошлины при наследовании жилого помещения, в котором они совместно проживают, он может подтверждаться различными документами. Прежде всего, паспортом с отметкой регистрации, но и, возможно, представление других документов. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.